Итак, мы с нами снова в Яписайка. Я закончил прошлую миссию, зайдя в офис, чтобы сохраниться, и там стояла Соса и ждала меня для разговора, но это не попало в кадр, так что давайте продолжать. Привет, Соса. Как дела? Всё в порядке? Совсем не болит. А ты? Что не болит? Подожди, ж... О-о-ау! С ней теперь можно нормально разговаривать. Хорошо, секретный клуб. Хьюго говорил, что у вас есть секретный клуб. Ты хочешь вступить? У нас свободная регистрация. Нет, то есть... Я не знаю, расскажи мне о нём. О, конечно. Он называется... Видеоклуб. Мистерио. Дан-дан-дан... Что? Тебе нравится название? Конечно, название интересное. Это видеоклуб, где мы смотрим фильмы ужасов, авторское кино, бис-серии, а также мы снимаем наши собственные короткие фильмы ужасов. Я уверен, что тебе встречались наши видеокассеты. Мы спрятали копии по всему зданию. Если кто-то найдёт их, то воскликнет. Ого! Что это за тайна? Ого, как креативно. И вы сами сняли короткометражки? В некоторых из них я сама снималась, и по возможности я помогаю их снимать. Но главная звезда Мэппи. Наш режиссёр. Мэппи. Она интроверт. Но она может заметить все странности, окружающие нас, и превратить их в искусство. Итак, Пастернак, присоединишься к видеоклубу Мистерио? Да, почему бы нет? Давай же, почему нет? Отлично, отлично, отлично. Теперь настроя. Вот, я сделаю для тебя временное ID. Вы получили членскую карту видеоклуба Мистерио. Спасибо. Хьюго. Слушай, а ты боишься Хьюго? Извини, если я слишком примельднеен. Это он послал тебя, чтобы спросить это? Он где-то прячется и подслушивает. Что? Нет. Давай, не думаешь, что он... Он постоянно так делает? И вещи похуже, тоже Пастернак. Все боятся Хьюго. Он работал в компании долгое время и поднимался с нижних этажей. У него есть связи на каждом этаже, и он свободно перемещается по компании. Ты ещё не видел жабу? Я видел её. Но что это за костюм? Супер жаба и его альтер-эго. Предполагается, что это супергерой компании, но на самом деле это лишь отговорка, чтобы творить всё, что угодно, ничего не объясняя. Он очень умён, Пастернак, он всегда прикрывает себе спину, но на людях он весёлый и слегка похабный парень, который разыгрывает новичков. Но стоит ему надеть костюм, то он чувствует себя неконтролируемым и ощущает свою безнаказанность. Прячась за маской, он делает всё, что ему в голову взбредёт. И поверь мне, он без колебаний переступит через любого, кто встанет на пути к его цели. Но что это за цель? Я думаю, что он хочет стать следующим управляющим компанией. Пожалуйста, Пастернак, если он узнает, что я разговаривала с тобой, спокойнее, я ни капли ему не верю, я ему ничего не расскажу. Окей, забавный малый. Интересно, почему его, видимо, не схавывало столько лет в компании? Дети ведьмы, ты мне что-то рассказывала о детях ведьмы, кто они? Это существа, состоящие у неё на службе. Ты можешь сказать, что они её лейтенанты. Они свободно ходят по компании, хотя если ты проработаешь в компании некоторое время, то поймёшь, какие места самые опасные. Например, на этом самом этаже находится парень, которого ты видел в офисе Д. В архивах есть паук, в уле ты сможешь постречаться с девочками из отдела кадров и Дот-матрицу. Дот-матрицу? Они самые опасные. Советую поговорить с Доши на третьем этаже, если хочешь узнать о них побольше, мы поговорили в прошлом выпуске. Но откуда они все появились? Компания гниет изнутри по Старнак, разве ты не видел отравленный воздух, распространяющийся по зданию? Все работники, которые вздохнут, его заражаются, и в конце концов он их трансформирует. Но у этой войны должен быть источник. Из-за огромного котла. У неё есть огромный котёл, и она там экспериментирует. Она погружает пойманных рабочих в эту мерзость и превращает их в своих детей. Понятно, кладбище. Ты знаешь о кладбище на восьмом этаже? Да. Кто тебе о нём рассказал? Ты ходил туда? Эм, да, ну, я там побродил и потерялся. Никто не ходит рядом с тем местом по Старнак. Там похоронены члены семьи Синдера, основатели компании. Эту семью всегда ассоциировали с ведьмонством. Некоторые сотрудники утверждают, что на том кладбище живёт она. На твоём месте я бы там не ходила. Окей, видеоклуб. Ты ещё не смотрел наши видеокассеты клуба Мистерио? Эм, пока нет. Запомни, что ты можешь их посмотреть в архивах на седьмом этаже аудиовизуальной кабинки, но будь осторожен. Ладно, это очень таинственные плёнки. Хорошо, договорились. Слушайте, она наконец-то с нами нормально поговорила. Так, там мы с вами были, мы сохранялись. Здесь мы всё проверили. У меня, кстати, есть пицца, и я за кадром сгонял её приготовил. То есть у нас с вами теперь есть еда. Хоть какая-нибудь еда. То есть я думаю, что не умрём. Плюс. Подожди. Что происходит? Жаба. Секунду. Что здесь творится? Вау! Какого? У нас с вами есть защита от этого газа. А там, там лежал принтер. Чёрт. Да ну тебя нафиг. Подожди, подожди, подожди. Свет. Ясно, здесь я этих убирал. Давайте проверим, что там происходит с Кейт. Я надеюсь, что с ней всё в порядке. Я очень сильно на это надеюсь. Кейт. Кейт, ты на месте? Или её здесь нет? Пуста. Кто там ржёт? Где может быть Кейт? Сволочи! Они меня не заметили. Странно. Но здесь явно что-то не так. А, нет! Иди нафиг. Сюда мы вернёмся чуть-чуть попозднее. Бегом обратно в лифт. Я всё-таки хотел сходить на чёртов второй этаж и пройти эту... Эту загадку головоломкой. Потому что думаю, что нам так или иначе это нужно сделать. Смотрите. Здесь у нас с вами ходит точно такой же чувачок с портфеликом. Портфельчиком. Я могу с тобой вообще поговорить? Поговорить, что-то сделать. Сейчас он попытается пройти мимо. Если я его трону, то он меня ударит. Он меня... А, слишком близко нельзя стоять. Подожди. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ладно. Походь. Дядь. Секунду. Сейчас что такое было? Я не понял ничего. Подожди. А, так меня он бьёт. А если вот так вот встать? Мне сейчас здоровье, естественно, просадит. Но можно загрузиться, в принципе. Так, хорошо. В эту сторону он меня не ударил. Подожди. Я просто думал, что с ним можно поговорить или что-то сделать, повоздействовать. А в эту сторону меня бьёт почему-то. Я... Я не понимаю. Подожди. Но вообще, если так, то может быть там... Нужно просто с ними вот так уже разговаривать, пытаться. Давайте отправимся на второй этаж ещё раз. Так, давайте-ка попытаемся это дело повторить. Да. Мистер Чеп, ну хорошо, договорились. Я думаю, что может быть где-то и подсказки есть. Я не уверен абсолютно правильно. Я сейчас делаю или нет. Если не будет получаться, то всё-таки попытаемся найти какую-нибудь подсказочку. Так, секунду, внимательно. Пошёл. Сердечко раз. Нет. Братюнь. Давай-давай-давай-давай. А-а-а. Всё-таки хотел добиться от неё сердечко, но нет, не вышло. Таким образом не получается. Значит, только тех, которые ходят горизонтально. Вот, смотри. Ну же, я нажал. Я же нажал. Абсолютно точно нажал. Слишком далеко, наверное, был просто. Досадно. Ну. Ребята, давайте. У меня здесь всё по диагонали ходят. Вон, 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 вон. Есть. Второе сердечко. А сколько сердечек нужно здесь добиться, непонятно. Может быть здесь где-то всё-таки есть подсказка в каком-то из углов. То есть, если туда пройти и посмотреть. Может это будет видно, но... Оу, прикольно. Есть третье. Чёрт. Они ускоряются. Подожди. Подожди, подожди, подожди. А давай-ка мы с тобой пиццу всё-таки захаваем. Они ускоряются. Значит, мы всё правильно делаем. Иначе бы всё это было гораздо проще. Нет, его нельзя. Я жал. Значит, только те, которые вот так вот поперёк идут. Ну же. Я думаю, что нужен ещё один. Нет. Чёрт, чёрт, чёрт. Сложно. Камон. Камон, чуваки. Нет, видишь, я прям стою рядом с ним, прожимаю. Ничего не происходит. Эти недружелюбные. А, я понял. Я понял подсказку. Я вот только что... Я только что понял подсказку того этажа. Он же типа ходит с этим чемоданчиком влево-вправо. Улыбается нам типа и машет чемоданчиком, привлекая внимание. А, вот в чём есть суть подсказки. Потому что до этого было абсолютно непонятно. А все, кто ходит по горизонтали, они недружелюбные. И с ними дружить не нужно. А вот с этим нужно. Я успел. Тест окончен. Хорошо. Получено достижение повышения. Отлично. Мы объявляем, что новый сотрудник прошёл тест на повышение. Поздравляем, мистер Чепман. Теперь выработник третьего этажа. Ты мне обязан, друг мой. Обманщик, обманщик, обманщик. Замитайте, молчи, свалчи. Я прощаюсь с вами, друзья. Я перехожу на третий этаж. Куже, чем здесь, быть не может. Эй, ты должен мне денег. Подавись, бедняк. Это мелочь для меня. Фига себе. Соберю я спорю. Деньги, деньги, деньги. Это моё. Эй. Это моё. Они забрали все деньги, но полу осталась пустая коробка из-под сигарет. А, подожди. Штрих-код занимает почти всю поверхность коробки. Штрих-код. Ну ладно, бог с ними, с деньгами. Зато у нас появился штрих-код. И вот здесь вот внизу есть газ. Помните, мы сюда заглядывали? Но теперь это у нас с вами есть защита от газа. Опять тела. Здесь заперто изнутри. Я не могу открыть её отсюда. Ладно, хорошо. Давайте быстренько всё прошерстим. Это, блин, хорошо. Мы получили один ломтик хлеба. Можно будет сделать бутерброд. Но за сыр там что-то купить можно было. Я как помню этого чувака. Так что лучше, наверное, бутерброда не делать. Здесь. О, сюда можно пройти. Кстати, а что это за место? Здесь была табличка. Резиденции. А, типа, просто номера. Дверь закрыта, да понятно. Кто здесь? Непонятно, хорошо. Это рукописное письмо, датированное 5 мая 71-го года. Я думал, что работать нянькой будет проще, чем в офисах. В особенности потому, что мне надо было ухаживать за тупой девчонкой. Но я сдаюсь ради сохранности своей психики. Есть ещё страница. Я понимаю, стресс, через который проходит семья, и что это не самое удачное время, чтобы я покинула свою должность. Но эта ведьма не переставала плакать в последние три дня. Её плач вызывает у меня страх. Кто-то из этих девочек. Абсолютно точно. Оно кто? Я не вижу здесь ничего интересного. Я всё-таки думаю, что ведьма-то в красном. Потому что... Ну не будет же ведьма сама себя выжигать. Возможно, она именно выжила хорошую девочку. Фотографию хорошей девочки. Здесь написано, можно оставить пожертвование самой святой АМ. Да, давай ставим. Хорошо. Это второе уже место, где мы это с вами сделали. И всё вроде. Всё заперто. Тут наверху какой-то сиреневый пиксель. Дверь закрыта. У меня кажется, нет инструментов пока что. Я думаю, может быть, инструменты появятся. Всё? А, здесь тоже сиреневый пиксель. Я тебя понял. Ладно, отсюда можно пока что выходить. Я думаю, что инструменты появятся. Мы как-то сможем туда попасть. Может быть, как-нибудь через вентиляцию. Привет, воры. Своровали мои деньги, сволочи. Ладно, давайте выбираться отсюда. Мы, получается, пока что... Ну, пока это возможно. Насколько это возможно было, прошли второй этаж. Так. И предлагаю тогда сейчас сохраниться, на самом деле. Чтобы всё это дело не перепроходить. И отправляться на четвёртый. Теперь нужно понять, что происходит на четвёртом. Потому что тут уже просто оформлено безумие здесь. Ну-ка. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Я понял, понял. Кровища, все дела. Покойно. Надо просто вниз плевать. Тихо. Что? Он жив. Что здесь произошло? Дот, дот, дот. Дот-матрица. Окей. Да иди ты нафиг от меня. Давайте её как-нибудь закайтим вот так вот. Через лифт, чтобы она за мной не бегала. Потому что она будет сейчас мешаться там. Хотя она, в принципе, ничего не делает. А, да. Мы также не знаем, где кит. Но, если что, я думаю, мы сможем найти её внизу. Кто это ржёт постоянно? Никто не пришёл. Кулер не наполнил. Вот, сволочи. Да уйди ты. А что? Это типа вообще другая комната. Портфели? Их лица позеленели. Они умерли из-за отравления газом. Подожди, ну вон же работает. Или там у них газа нет? Как странно. Окей. Головоломочка такая стандартная. Здесь записка. Я постоянно привлекал внимание компании к странным запахам. Понятно же, что уборщики не делают свою работу. Неудивительно. Ведь все они шушерок класса R. Ясно. К этому не подходим. Они все психованные. Здесь. Здесь нет ничего интересного. У меня есть карандаш, интересно. Должен быть, да? Подождите, посмотрим. Два карандаша есть использовать. Хорошо. Здесь сейчас с вами заберём воду. Я думаю, что нужно оттолкать этот ящик направо, чтобы можно было из него что-то достать. Есть три чашки с водой. Здесь. Картридж. Если не ошибаюсь, она сказала, в Дот-матрице можно дать картридж, а тем самым просто убежать от неё. Здесь ничего не было. Здесь можно проползти. Это что такое? Зачем? Фига себе. Блав, бафрол, лад. Мелфлов. Чё, чё, чё? Чё с ним можно? Её можно толкать? Чё-то как-то недоверяю этой гадости. Что с ним не так? Почему его толкать-то можно? Господи, эй. Дядя. Ладно, хорошо, постоишь здесь. Нам с вами нужно добраться наверх. Подожди. Ещё один карандаш. Нам с вами нужно подняться сюда. Получили ломтик хлеба. Получили две светящиеся палочки. Блин, а? Они здесь стоят? Так неудобно. Ну-ка, иди сюда. Чё с ними делать? Я вообще не понимаю. Я пускаю вот так и стоят. Окей, мне нравится. Давай сейчас. Тихо. Они плюются. И тем самым ранят. Ладно. Я тебя понял. Значит, ты идёшь нафиг сюда. Стой здесь. Что нам это с вами даст? Честно говоря, не очень понял. Нафига я это прожал? Ладно. Пока что здесь. Давайте всё соберём. Получили пакетик растворимого кофе. Здесь выхода нет. Ну, в принципе, нормально. Теперь мы с вами можем проползти вот здесь. Подожди. Что-то изменило? А, вот здесь кто-то сдвинулся. То есть ты понимаешь, да? Что здесь какие-то ловушки. Чёрт. Да ну брось. Страшно. Чё с ним произошло-то? Его кто-то расстрелял. Здесь несколько точек, нарисованных кровью. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть точек. Что это значит? Ладно. Ещё позеленевший. Чё с этими не так? Ну, в смысле, почему вот эти нормально работают? С ними ничего не происходит. Вот это непонятно. Ещё один на ведьмины. Ещё бумага. Одна ведьмина. Их четыре. Они на меня брутся, сволочи. Я здесь могу спрятаться. Пройти сюда. Этот плюёт. Тихо. Он чё, плюёт в разные стороны? А, он поворачивается. Я понял. Он постоянно поворачивается. Всё окей. Получили быстрое приготовление лапшу. Здесь у нас с тобой. Это видеокассета, названная Видеоклуб Мистерио. Усталое человеческое лицо. Понятно. Можно будет потом посмотреть. Так, секунду. То есть здесь мы больше ничего с тобой не сделаем. Ждём, пока он повернётся в нужную нам сторону. Хотя можно вот так вот действительно прятаться от него. Сейчас, секунду. Стандартная такая ловушка. Тихо. Бегом. А эти, скорее всего, взад-вперёд ходят. То есть, по идее... Вот сейчас они сюда пошли. Развернутся, пойдут обратно. Да, хорошо. Наверх мы пройти не можем. Нам, скорее всего, где-то можно будет спрятаться, я думаю. Хотя... Нет, что-то здесь не так. Я вижу ещё один проход. Вот здесь вот. Нам нужно что-то сдвинуть, скорее всего. Ах, чёрт. Тихо ты. А, я его могу двигать. Тихо не надо. Я ничего не могу поделать. Мне нужно этого подвинуть. Просто двигаем его вот сюда, в угол. Прожимаем. Снизу езжает стол. Отлично. Чуваки, доработайте. Я вас вообще не трогаю. Есть. Прямо сразу за ними. И можно будет наверх пройти. Чёрт. Как нет-то? А чё нет-то? А смотри. Они немножко разошлись. А я могу их двигать? Сошлись. Эти пошли чуть раньше. Я могу их двигать? Прикольно. Могу ускорить? Ладно, нормально. Всё-таки получил урон. Не сильно, конечно. Ну то ладно, бог с ним. Этих туда. Здесь можно сохраниться. Ура! Ну-ка. Шоколадный батончик. Пусто. Не будем сейчас ничего кушать. Давайте быстренько используем здесь. Секундочку. Используем, естественно, чернила. У нас с вами три штуки. Использовать. Сохраняемся. И погнали посмотрим, что там дальше. Фига, не намудрили здесь. Нет, это очень круто. Тихо. Да ладно тебе. Вот ведь гад. Он меня здесь закрыл. Альтер-рега, чёртова. Эй, ты! Забыл. Не помню, как его зовут. Ну да ладно. Здесь что такое? Провод заканчивается здесь. Кто-то убрал кнопку. Хорошо. Воу, у него башка взорвалась. Прикольно. Ай. Вот это сейчас было. Блин, неожиданно. Убрал кнопку. Хорошо. Торговый с кофе. Ну давай купим кофейку. Договорились. Нам всё-таки нужно как-то подлечиться. Выпьем кофейку. Всё равно бутерброд мы с тобой сделать не можем. Съедим шоколадку. Если что, потом загрузимся. Не страшно. Там что-то у нас с тобой валяется такое на полу. Что это такое было? Батарейка может быть? Я вот это сейчас не понял. Он просто что-то подобрал и всё тут. Ну-ка. Картридж. Здесь просто можно спрятаться. Кейт. Кейт. Ты в порядке? Ты немного позеленела. Яд. О боже мой, что же мне делать? У меня нет при себе бумаг против газа. Не беги. Не беги. Что ты имеешь ввиду? Дот, дот, дот. Держись, Кейт. Я найду путь отсюда. Но в принципе, да. Принтер. Помните, мы уже с вами видели огромный принтер. И нам сказали, что принтер, ну, это типа тут матрица. Но на самом деле это что-то прям ужасное должно быть. Ну-ка. 30 кредитов. Фигня какая-то. Не беги. Я не бегу. Всё хорошо. Там кнопка. Здесь ещё вещички. Быстренько сейчас всё осмотрим с тобой. Нет? Нельзя. Там можно будет пролезть. Получили кусочек сыра. Спасибо. Здесь. Офига себе завала. Ещё палочки свечащиеся. Я думаю, что здесь стоит и где-то будет... Ну, есть смысл. Здесь где-то применить. Она вроде меня сейчас немножечко потеряла. Кнопка. Здесь точно кнопка есть. Смотри. А, её подобрал. Получили кнопку. Это одна из кнопок, которая управляет кабинками. Кабинками, к черту, убери. Ну, давай пытаемся сразу сюда. Потому что больше кнопок нету. Использовать. Ничего не произошло. Хорошо. Значит, нужно найти место, где нужно это дело прожать. Тихо. Есть. Открыли проход. Спокойно. Купим. Тихо, 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 тихо. Что нам сейчас это дало? Она, наверное, засечёт здесь или нет? Надеюсь, что нет. Нам нужно их дальше сдвинуть. Я понял. Это недостаточно. Второй, наверное, провод вот там вот где-то. Подожди. Бегим. Бегим. Да нет же. Стоп. Хавай. Черт, это плохо. Всё, вот теперь не бегим. Значит, вот этот последний. Вроде как. Да. Продвигаем с вами ещё чуть-чуть дальше. За ним. За этим гадом ещё одна. Смотри-ка. Вот ведь зараза. Нашёл. Я думаю, что уже откроет путь наружу. Сейчас дотматрица должна уйти или что? Нет, она преследует. Хорошо, хорошо, хорошо. Стоп, прячемся. Должна потерять. Так, немножко подсрезали. Идём за Кейт. Её нельзя здесь оставлять. Давай же. Даже если я вытащу отсюда Кейт, то я не знаю, куда её отнести. Сначала надо найти безопасное место. Хорошо. Пошли сюда. Это безопасное место? Чёрт. Музыка до сих пор продолжается. Кофе. Нужно будет себе обязательно сварить кофейку. Яд здесь в большой концентрации. Я уверен, что он исходит из этой пещеры. Ну-ка. А, котёл. Они говорили про какой-то котёл. Лучше вернуться и найти другой путь наружу. Блин. Вернулись. Придётся валить сюда. Фу. Вон здесь невыносимо. И эта штука... Во что я впутался? Соса была права. Компания сгнила изнутри. Блин, вот это, конечно, классно сделано. Мы с вами находимся на четвёртом этаже, куда мы провалились. Или на третьем. Нет, на четвёртом. Вули. Что? Проснись, Брайан. Ты не считаешь, что море полнотайны? Я надеюсь, что тут матрица сдохла. У-у-у-у. Жесть. Это они классно придумали. Здесь везде яд. Стой. На что я наступил? Это она. Одна из тех штуковин. Икейт всё ещё там. Она не сможет долго протянуть, дыша ядом. Я должен вытащить её отсюда как можно быстрее. Окей. И что мне делать? Я могу туда прыгнуть? Я попробовал нажимать кнопки, но ничего не работало. Так, подожди. Может быть здесь что-то? Да вы уверен в этом? Может быть что-то нужно применить здесь? Кнопка. Я не думаю, что это сработает. Чернила? Давай посмотрим, что сделает эта штуковина, если я немного заправлю чернилами. Мы используем карты. Зашлась кнопка. Ну, хорошо. Принт. Нет? А какая ещё есть выход? Подожди. Это ещё не всё. Нам нужно что-то сделать, чтобы она зацепилась, наверное, за это дело. Так, а может быть бумагу использовать? Я не думаю, что это сработает. Что у меня есть, чтобы можно было это дело использовать? Интересно, что произойдёт, если я покопаюсь этими схемами. Что-то изменилось. Некоторые кнопки загорелись. Давай смотреть. Inject out select. Inject out. Воу! Хорошо. Select. Ну, давай ещё select. Живот у этого тела так разнулся, что стал похож на мяч для бискетбола. Фу. И хуже всего, что он заблокировал лестницу. Ну, с этим мы с тобой расперёмся сейчас. Принт. Нет? Ну, ладно. Давай-ка ещё select. Теперь принт. И ушки. И не говори. Я думаю, что не нужно их всех так разбивать. Так, сюда. Теперь инжек. Нет, не то. Секундочку, ещё раз. Select. Я не помню, что нужно было. Мин. Наверное, да. Всё, мы добрались до лестницы. Наконец-то. Это источник кидаютого газа. Должен быть способ слить воду. Ну, давай поищем. Подожди, это лежак, что ли? А, это бассейн, чёрт побери. Я не вижу здесь ничего интересного. Естественно, не видишь, потому что света нет. А, вот у нас возможность слить воду, скорее всего. Жесть. Воздух стал чище. Я должен вернуться к Кейт и проверить, в порядке ли она. Но мы сейчас можем спуститься сюда. Я думаю, что стоит это сделать. Я, правда, не знаю, дот-матрица сейчас ожила или нет. Нет, вроде не ожила. Оба. Ты смотри, в его кармане что-то блестит. Синтракорп. Эркорво. Эмплойер оф Синтракорп. Эркорво. Эта ID-карта похожа на мою, но она из металла. Интересно, кем работал Эркорво? Точнее, работал. Работает, работал. Вы получили металлическую карту. Договорились. Здесь пусто. Я думаю, что толстяков трогать не нужно. Похоже, что она сдохла, но я не доверяю ей. Договорились. Здесь пусто. Толстяков не надо трогать, да? Этот труп разбухший от яда, лучше его не трогать. Но мы с вами нашли очень важную карточку. Красиво, блин. Здесь интересно, что-нибудь ещё есть. Содовая. Мячик. Я не думаю, что его можно взять. Здесь вроде больше ничего. Всё, тогда уходим отсюда. Куда мы упали? Это подвал? Здесь есть подвал? Это... Подожди. Пусто. А! Вот это что? Это бассейн на втором, чёрт побери, этаже. И тогда, если у нас с вами здесь больше нету яда, может быть здесь что-то изменилось? Нет? Здесь, в принципе, светло. Можно брать такой цвет. Нет, здесь пока что ничего не изменилось. Я предлагаю отправляться к Кейт. Нельзя терять время, нужно её спасать. Во-первых, в случае проверить всё ли с ней хорошо. Давайте разошлись. Все разошлись. И этот чувак, мы же его отправили работать на третий этаж. Ну ладно, потом его проведаем. Сейчас поехали, Кейт. Чёрт. Вот она. Кейт, ты в порядке? О, привет, Брайан. Я собиралась глотать воздух. У меня голова кружится. Подожди, пойдём со мной на пятый этаж. Так, безопасней. Пятый? А, это к нам. Как ты себя чувствуешь? Уже гораздо лучше. Спасибо, Брайан. Я вздохнула немного того зелёного газа, но всё в порядке. Правда. Извини, если я лезу не в своё дело, но зачем ты пошла в такое опасное место? Мне позвонил мой начальник и сказал, что мне надо забрать там фотокопии. Я думала, что смогу это сделать, сдержав дыхание, но когда я поняла, что у меня началось головокружение... Твой начальник... Он сказал тебе своё имя? Я не думаю. Почему ты спрашиваешь? Просто так, просто так. Не волнуйся об этом. Важно, что ты в порядке. Это был опять этот гад. Окей. Что-то не так? Ничего. Просто я не могу поверить, что не закончила свою работу. Что ты имеешь в виду? Я некомпетентен, Брайан. Я не соответствую такому уровню работы. Кейт, не говори так. Я бесполезная. Я должна была лучше подготовиться и... Кейт. Остановись на секунду, пожалуйста. Послушай меня. Это не твоя вина. Но. Никаких но, Кейт. В этой компании все больные. И это никак не связано с тобой. Так было уже много лет. Это немного странная компания. Но что ты имеешь в виду, что здесь все больные? Но это... Здесь что-то есть. Очень злое. Что разлагает все и вся. Не думаю, что я тебя понимаю. Кейт. Да? Давай свалим отсюда. Что? Давай уволимся с этой проклятой работы. Но, Брайан... Ты уже знаешь, что я простой парень из деревни. И может, я не очень крутой или модный. И не стоит меня сравнивать с людьми в столице. Но я уверен в одной вещи. Здесь должно найти весь место, которое будет лучше для нас обоих, чем эта работа. Особенно для тебя, Кейт, со всеми твоими навыками. Сказать по правде, у меня было много предложений, кроме Сентракорб. Может, возможно, это и не такая плохая идея? Конечно. Давай выпьем кофе, который ты мне обещала. Но не в этом дурдоме. А, знаешь что? Ты абсолютно прав. Мы не должны работать с этими уродами. Мы заслуживаем лучшее место. Давай выпьем этот кофе. Ну, понеслось. Постенак! Браво, Постенак, браво. Я знал, что глубоко внутри этого хилого, сгорбленного тела живет настоящий мужик, спартанский воен-конкистадор. Эм, что ты имеешь в виду? Этот мерзкий запах, зеленый газ, наполнявшийся часть здания. Вся компания говорит об одном, как новичок с пятого этажа сразился с Дот-матрицей и положил конец в мору. А, ну, это правда? Нет, но я... Не прибедняйся, Постенак. Ты должен знать, что я выбрал тебя сегодня в качестве сотрудника месяца. Хух, я сотрудник месяца, прикольно. Простите меня мои ужасные манеры, мисс. Позвольте представиться. Меня зовут... Стоп, 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 стоп. Спасибо, но нет. Каналия! Мы уходим из компании прямо сейчас. Ха-ха-ха, ты первоклассный шутник, Постенак. Бросаешь первую работу в первый день? Знаю, как сложно найти работу в столице? С невероятным пятном в твоем резюме? М-да. И это сродни тому, что ты будешь носить говно на лице всю свою жизнь. Ну, спасибо. Дада. Дада попросила меня сказать тебе, что она следит за твоим прогрессом в полученном тобой задании. Ты примерный работник, так держать Постенак? Блин. Вот ведь гад. Не слушай этого парня, он сумасшедший. Давай пойдем. Подожди, Брайан. Он верно подметил. Кто, тот дурак? Увольнение в первый же рабочий день повредит нашу репутацию до конца наших жизней. Не считая того, что это одна из лучших компаний в мире. Но, но, Кейт, слишком опасно оставаться здесь, ты сама видела. Отличный напарник, Брайан. Я знаю, что ты сделал бы это ради меня, но... Я должна доказать себе, что я тоже могу стать сотрудником месяца. Что? Нет, 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 нет. Я деревенщина, Кейт. Правда, давай уйдем отсюда. Давай договоримся. Мы подумаем об этом до конца дня и потом уже решим. Окей. И мы все еще можем выпить кофе, верно? Давай встретимся позже в столовой. Что скажешь? Хорошо. Ладно, договорились. Жесть. Интересно, а сейчас появится моя фотография там на стеночке? Че? Это кто сказал? Подожди, это лягушка сказала, секунду. Но, во-первых, да, я работник месяца, зашибись. Здесь действительно моя фотка. Теперь я сотрудник месяца. Наконец-то, в первый раз за все время, да? Но, там что-то произошло. А, вот он здесь сидит. О, посмотрите, кто позволит зайти в свой офис. Хьюго, я хотел с тобой поговорить. Мне не о чем с тобой разговаривать, мистер сотрудник месяца. Эй, но... Обиделся. Нормально. Черт побери, ты посмотри на это. И музычка пошла. Но я на самом деле предлагаю вот на этом остановиться. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться. Продолжать будем в следующем выпуске. Очень много с вами всего сделали. На этом пока что все. Удачи, друзья, пока. Увидимся в нем. Субтитры сделал DimaTorzok